Продвигаются к тому, чтобы ликвидировать режим Зеленского и установить, видимо, какой-то свой собственный марионеточный режим. До сих пор режим Зеленского был марионеточный в отношении к западным странам, но, собственно, в значительной степени и режим в Российской Федерации. Все, что касается финансов, собственности и так далее, тоже марионеточный. Для Путина был выделен своеобразный коридор, по которому он всегда двигался, а тут что-то вот шлея под хвост попало, в финансовую сферу, конечно, ни они не затронут, ни олигархия и олигархическое правление тоже не станут себе на хвост наступать. А вот все, что касается государственной политики, это особо статья. По этому поводу людям морочат головы. Все, без исключения политики на Западе или на территории Российской Федерации, каких-то других постсоветских государств, везде морочат голову, будь то бы это самостоятельные люди. Самостоятельные у нас финансы. Все это объединено в интернационал олигархии. А политические вопросы предполагают спектакль. Вот этот спектакль у нас заменяет ковидные новости. Телевидение нам не дает практически никаких внятных данных о том, что же происходит на Украине. В основном разговаривают о том, что западные страны как-то все консолидировались и тоже устраивают концерт по поводу санкций в отношении чиновников российских. Нам, в общем-то, и что бы нам, и слава богу, если чиновники пострадают, потому что они что на Украине оккупанты, что на территории Российской Федерации оккупанты. Нам жалко режим Зеленского? Да, конечно, ничуть. Если его раскатают под асфальт, никто, я не сомневаюсь, не будет сожалеть. Но если то же самое произойдет с режимом Путина, я думаю тоже, что подавляющее большинство не будет сожалеть. Главное нам не впадать в шизофрению, когда одной стороной мозга мы этот режим на территории Российской Федерации поддерживаем, а другим его осуждаем. С этим режимом нам не по пути вообще, потому что он исторически тупиковый, он заводит страну, уже завел, можно сказать, в тупик, и страна ликвидируется. Как таковой Российской Федерации, как суверенного государства, не существует. Вот эти действия на территорию Украины – это суверенные действия Владимира Путина, потому что по его отмашке он замахнул рукой и сказал «поехали». И все тоже поехали, и Совет Федерации, и Государственная Дума, и все органы государственной власти. Никто даже не пикнул, что могут быть серьезные последствия для страны. Они все приняли, что могут быть серьезные последствия для них. Ну, насколько они серьезные, в сравнении с нами, наши проблемы куда серьезнее. Обычные люди испытывают очень большие тяготы материального свойства и духовного, разрушены все социальные системы, поэтому их страдания нас совершенно не могут волновать. Это ничто в сравнении с нашими страданиями, виновниками которых являются вот все эти чиновники, которые причастны к войне. Есть другая сторона, когда говорят «вот Россия напала на Украину». Нет, напал Владимир Путин и не на Украину, а на режим Зеленского. Вот и пусть они сами между собой разбираются. Поэтому кто там хочет эти режимы защищать, пожалуйста, мы их остановить не можем. Но нам нужно осуждать кровопролитие, которое организуется между двумя братскими народами. И осуждать шизофрению, которая поселилась как в мозгах русскоязычных россиян, так и в мозгах нерусскоязычных украинцев. Когда они начинают ненавидеть друг друга, вместо того, чтобы ненавидеть режимы, которые их истязают. Два режима. Они стоят на одной доске, и нам не следует их делить. Это примерно одно и то же. Конечно, речь идет не о начале войны. Не хотят в Кремле вообще называть это войной. Говорят, это специальная операция. Это операция принуждения к миру. В духе американцев действует в том же позорном духе, когда раньше мы могли предъявлять претензии нравственного порядка к Западу в целом, к Соединенным Штатам, к их действиям в Югославии, в Афганистане, в Ираке, в Сирии, в Ливии. То сейчас мы спустились на тот же самый уровень. Амбиции те же, возможности сто крат более скромные. Ну вот очень хочется чиновникам кремлевским, путинским выглядеть примерно так же и вести себя так же нагло, как американцы. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это, конечно, война. И это, конечно, оккупация. Никаких других слов здесь подобрать невозможно. Но они пытаются как-то обойти. Не знаю, кого они пытаются обмануть. Наверное, кроме самих себя, никого другого обмануть они не могут. Война началась уже давно. Война началась в 1991 году, когда предательство Горбачева привело к расчленению страны. И тогда, я напомню, как-то все забыли, что войны были по всему периметру, можно сказать, границы Российской Федерации в постсоветском пространстве. Война в Таджикистане, война между Азербайджаном и Арменией, война в Карабахе, война в Приднестровье. А геноцид, так геноцид русского населения во всех республиках, разве что, исключая Беларусь, и в Российской Федерации тоже. Война против нас никогда не прекращалась. Да, собственно, и в советский период эта война тоже тихо велась с целью переформатировать всех русских в советских. Этого не получилось, а сейчас, кажется, получается. Кажется, получается. И русский дух, конечно, в состоянии глубочайшего упадка находится, а уж рассудок и говорить нечего. Война, конечно, не начата, война продолжена. Если говорить о последних годах, то горячая фаза войны началась 8 лет назад, в 2014 году. И тогда Путин струсил, подставил вместо себя мирных граждан, подставил добровольцев, ополченцев, которых тоже предал, которых стал выдавать в СБУ на расправу, которых стали здесь арестовывать, преследовать, разыскивать по всей стране. Мы это прекрасно знаем. И сдаст кого угодно. То есть это человек по жизни предатель, по жизни не выполняющий никаких обязательств перед людьми, писанные они или не писанные. Но война все-таки началась 8 лет назад, на данной границе разделения ЛДНР и вся остальная Украина. Сейчас просто новая горячая фаза. Нельзя сказать, что месяц назад войны не было. Донбасс жил все время на войне. Сейчас предприняты те действия, которые могли бы быть предприняты в 2014 году, и они тогда бы не вызвали ни международной реакции, ни какого-либо сопротивления, потому что не было ни легитимного режима на Украине, ни каких-либо вооруженных сил. Все бы произошло мгновенно и бескротно. А сейчас этого не будет. Сейчас будут серьезные последствия. Будут бить, конечно, по чиновникам, но нам тоже достанется. И мы уже видим, как меняется финансовая ситуация, как возникает истерия, ажиотаж по скупке продовольствия. В общем, мало нам не покажется не потому, что они такие дурные, а потому что и мы тоже, в общем, имеем то правительство, которое заслуживаем. Все время претензии сейчас, пропагандистские претензии к Украине. Вот они, они, у них государственная русофобия, а у нас что нет? Нет. Пропагандистские фейки в социальных сетях, которые исходят из Украины, у них там фабрики троллей, а у нас что нет? У нас ровно то же самое. Когда воюют против русского народа, вот эти фабрики, они и сейчас работают самым активным образом и гадят везде, где только могут зайти, где их еще не забанили. Поэтому всем русским людям рекомендую, как только видите сторонника Путин, тут же баньте. Ну и естественно, если видите сторонника Зеленского и Бандеровщины, тоже баньте. И те, и другие наши враги. Они говорят, вот воровской режим, они разграбили Украину, а вы кто, кто вот это вот говорит или поручает это говорить? То же самое, те же, такие же грабители. Вы разграбили Российскую Федерацию. Они западные марионетки, а вы точно такие же западные марионетки. Расскажу два коротких эпизода из собственной судьбы. Все можно было решить, действительно, или начать решать, по крайней мере, исключая какие-либо военные действия. Начало 2005 года, январь. После полного поражения вот этих безмозглых политтехнологов во главе с Сурковым на территории Украины, ну, видимо, Путин тогда накрутил хвоста, что все, выборы были фальсифицированы, президентом был объявлен Янукович. Путин его поздравил, за ручку подержался, а потом вдруг раз и, не предусмотренный никакими регламентами, третий тур голосования. И президентом становится Ющенко. Как такое могло произойти? Ну, и начали поиск каких-то механизмов, что надо делать. И я был одним из тех, на кого глаз упал. Я пришел в Кремль по вызову, ну, точнее, меня Дмитрий Рогозин тогда отправил. Тогда мы с ним в взаимодействии были плотным. Сейчас я уже 10 лет, как его, не видел. И что с ним осталось, я даже не представляю. В общем-то, я особенно не интересуюсь. Ну, тогда вот на прием к Суркову я попал. И там был разговор на этот счет, что делать в ближайшем окружении, что делать на Украине, что делать в Абхазии, Южной Осетии и так далее. Вопрос шел о том, чтобы готовиться к чему-то. К чему, в общем, понятно, к тому, чтобы их сделать своими марионетками. И тогда я сказал, что я готов этим заниматься только в одном случае, если есть стратегическое решение, понимание стратегии, для чего все это нужно. Моя стратегия, мое предложение было, что мы во главу угла ставим воссоединение страны. После чего Сурков сразу скис, у него глаз потух, как у терминатора, которому на голову пресса пустили. И он сделал кислую рожицу и сказал, да зачем они нам нужны. То есть нам никто не был нужен. Тогда речи не шло о признании Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. То есть все основания были, несколько раз, и я тоже выступал, и законопроекты вносились. Нет, нет и нет. А потом вдруг сразу в 2008 году раз и уже да. И сразу мгновенно там вот сверху сказали, признать мы тут же признали. Что проку от этого, как жили, так и жили. Никакой разницы. Надо было, конечно, присоединять к своей территории, наводить там закон и порядок. Но у нас на собственной территории незакон и непорядок. Поэтому то, что не присоединили, да и ладно. У них свой незакон и непорядок. А у нас тут тоже незакон и непорядок. Ах да, там Путин сказал про Украину, что там нет независимого суда. А у нас что, он есть? У нас суд – это просто продолжение преступной деятельности чиновников. Разве это не так? Кто был в суде, это может подтвердить стопроцентно. Ну и еще там оскорбление граждан, издевательство. Это издевательство над процессуальными нормами, издевательство над нормами закона. И просто моральное издевательство. Это привычка уже, привычка всех судей. Так что, чья бы корова мычала. Вот и эпизод, про который я рассказал, показывает, что да не было никакого интереса в Кремле. И не собирались они ничего делать. Потом они своими манипуляциями привели Януковича к власти. И отлично, все нормально. И прошляпили все. Прошляпили Украину полностью. Ничего не стали делать. Второй эпизод у меня был посвящен тому же вопросу, в основном Украине и в основном Крыму. И тогда, в 2008 году, тоже по просьбе Дмитрия Рогозина, я посетил Совет Безопасности и посетил администрацию президента, где в закрытом пакете наше предложение положил на стол. В Совете Безопасности четыре раза проверяли мой паспорт. Четыре кордона я прошел и пришел в кабинет, где не звонил телефон. Сначала не звонил в приемной. И на 10 минут вообще секретарь, мужчина средних лет, скорее всего, и офицер спецслужб, вообще ушел. Я сидел один в приемной, а потом через 10 минут он вернулся и появился замсекретаря Совбеза в погонах генерал-полковника. Фамилию я его не запомнил. Я ему положил на стол этот документ, прокомментировал. Он, конечно, ничего вообще не понимал и не знал о ситуации, что можно делать, что нельзя. Он так мычал на все вопросы, ни одного умного вопроса не задал. Ну, я ушел в надежде, что этот документ попадет к какому-то компетентному лицу. Не попал. И второй визит у меня был в администрацию за кремлевские зубцы. Я такой же пакет на стол положил. Тогда Нарышкин возглавлял администрацию президента. Тоже я что-то прокомментировал. Он как человек в футляре сидел, как проглотивший оглоблю. И у него ни тени каких-то эмоций, никаких внятных вопросов, ничего. Все это ушло в никуда. Все предложения, разработанные по Украине, когда можно было в 2008 году начать эту работу, она не началась. И фактически только силовой ресурс, вот все, чем обладает нынешняя власть, тупой такой примитивной силой. Ничего больше. Они не способны больше ни на что. А про Нарышкина вы теперь, наверное, все знаете. Те, кто посмотрел вот этот фрагмент заседания Совбеза нынешнего, где Нарышкин уже в статусе главы внешней разведки просто настолько постыдно выглядел, что дальше ехать некуда. Он даже не знал, какой вопрос рассматривается. И все это выпустили в эфир. Причем так выпустили. Путин стремился к тому, чтобы повязать всех. Все ключевые фигуры, занимающие высшие посты в Российской Федерации, должны были показать, что они заодно с Путиным. Они поддерживают военную операцию. И если какие-то меры будут предприниматься, то против всех. Вот надо было показать, что все заодно. Они еще не зная, что он там от них хочет, юлили, как-то высказывались, надвое уклонялись и так далее. Но все-таки Путин своего добился. С одной стороны, показал всему миру, что его группировка вся заодно с ним. В особенности, когда он так кулачком стучит. А одновременно показал и всем остальным, кто нами правит. То есть люди абсолютно недееспособны. От них ожидать каких-то внятных, понятных и оптимальных решений просто не приходится. И еще я должен заметить, что два разных человека. Один человек проводил вот это заседание совбеза открытое. И после этого через день проводил встречу с предпринимателями. То есть собрал всю вот эту воровскую шайку. Одна состояла из чиновников, другая якобы из предпринимателей, на самом деле из олигархов. Это был один человек с одним лицом. А другой человек записывал видеообращение к гражданам России. У него была другая форма лица. Тот, кто записывал обращение, имел впалые щеки. У него не было пигментации на левой скуле. У него была четкая проработанная дикция. А тот, кто проводил вот эти два совещания, этот человек с округлым лицом, вот с такими щелочками глаз и с невнятной артикуляцией, губы еле ворочались. Скорее всего, обращение к уважаемым россиянам было записано когда-то раньше. Но я не могу представить себе, чтобы вот настолько различались люди. Даже если лицо человека все время накалывать ботоксом, такое кардинальное различие, конечно, представить себе невозможно. Когда-нибудь мы, наверное, узнаем, сколько у нас Путиных в Российской Федерации. В нашей ситуации какова должна быть позиция русского человека? Во-первых, по поводу войны. Чума на оба ваших дома. По отношению к украинцам. Вы наши братья, мы с вами не ссоримся. Мы противники, те и другие противники и того, и другого оккупационного режима. Нам, в общем-то, все равно, кто из них там кого переломит, кто кого победит. И те оккупанты, и эти оккупанты. Чума на оба ваших дома, это фраза шекспировская, мы хорошо знаем, из Ромео и Джульетты. Мы должны формировать свою собственную общность. Мы русские, неважно, русские, живущие на Украине и называющие себя украинцами, или русские, живущие на территории Эрефии, это все равно. Мы один народ. Мы должны сражаться за свое историческое будущее и объединяться для того, чтобы изгнать оккупантов и создать свое собственное русско-национальное правительство. Слава Руси! Господи спаси!